В Иерусалиме в зале конгресса заиграли ритмы лезгинки. Пока членские ансамбли репетировали выступления, в холле уже собрались поклонники не только культуры, но и региона в целом. Сквозь слезы они говорили о любви к родине, о том, что они горские евреи, и передавали приветы своим друзьям, знакомым, которых, судя по всему, у них в Грозном немало. Земляки, мы все рады, мы сами из Грозного, мы из Чечни, любим Чечню, скучаем, мы там выросли, родились. Это слезы радости, слезы ностальгии. Мы благодарим. Видите, даже хотят вас обнимать. Мы благодарим вашего президента за то, что он это создал людям, такую радость. Сотни людей, многие из которых бывшие жители Грозного, пришли послушать родную для себя музыку. Перебивая друг друга, они называли улицы, на которых выросли. Проспект Ленина, улица Дзержинского, Московская. Ну а когда открылись двери Баньяны Хаума, именно так называется зал на 800 мест в центре Иерусалима, люди буквально повалили, боясь не успеть на начало. Места заполнились за секунды. И вот заиграли ритмы Кавказа. На дне чеченской культуры люди сехались со всего Израиля. Помимо обычных жителей земли обетованной, на концерт пришли и представители местной власти, в том числе и российский посол в Израиле. Творческие коллективы Чеченской Республики, которые прибыли сюда, чтобы познакомить нас со своим искрометным искусством, со своими темпераментными танцами. Мы рады их приветствовать. Я рад приветствовать здесь также министра культуры Чеченской Республики. Зрители приветствовали министра культуры Чеченской Республики. От имени руководства Чеченской Республики еще раз всех вас приветствовать. Сказать большое спасибо руководству этой страны, этого города, посольству России в Израиле за теплый прием, за оказанную поддержку, за предоставленную возможность сегодня вместе с вами разлететь этот вечер, здесь провести дни культуры Чеченской Республики. Сегодня мы имеем возможность радовать не только своего жителя, жителя города Грозный, Чеченской Республики, но и всех наших земляков, которые находятся по разным причинам за пределами Чеченской Республики, употреблять дружеские, соседские взаимоотношения не только с соседними регионами, с регионами Российской Федерации, но и с другими странами. Бурными аплодисментами зал встретил юных танцоров государственного ансамбля песни и танца «Дай мох» и «Нохчо». Молодые артисты, не успевая отдышаться, выходили на сцену, сменяя один танец с другим. Ребята уже далеко не в первый раз выступают за границей, однако с израильским зрителем им еще не доводилось встречаться. В Израильской земле первый раз, мы очень волнуемся на сцене, но если наши земляки тут поддерживают нас, очень приятно нам с помощью, что с Ивышнего, думаю, все будет порядка. Такого рода мероприятия в разных уголках мира Министерство культуры проводит регулярно. Последний раз Дни Чечни проходили на Олимпиаде в Сочи, и тогда и сейчас ребятам удалось произвести фурор. Особенно полюбились зрителю юные артисты из ансамбля «Дай мох». Не менее понравилось местным жителям и исполнение еврейской национальной песни и танца. Что мне еще больше всего впечатлило, что чечен из Грозного уважили евреев и приехали. Мало того, что спели на еврейском, на идуше, еще и станцевали. Это меня очень впечатлило. Чеченским артистам удалось покорить Иерусалим, причем как молодым, так и заслуженным. Завершающая песня Макимежиевой «Бенуэкант» просто свела зал с ума. Зрители пустились в пляс и не могли остановиться даже по окончании мероприятия. Тут же в холле грозненские евреи устроили настоящий ловзар и показали, что они не только говорят на чеченском, но и танцуют. Берлан Тинусова, Таиса Борщигова, Магомед Бастаев, Салых Абдурахманов, Вести, Чеченская республика.